В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Лечебное учреждение муниципалитета посетили представители областного министерства здравоохранения. Врач на компьютере выписывает в ЕМИАСИ анализы. Приходит сюда на компьютер медсестре. Название лучшего в Подмосковье претендует один из подъездов дома 25 по проспекту Ленинского комсомола. Именно этот подъезд победил в 12-й лучший подъезд в прошлом году, потому что он тематический. Более 20 спортивных мероприятий, тысячи участников в Ленинском округе масштабно отметили День физкультурника. Лечебное учреждение города Видное посетили представители областного министерства здравоохранения, а также первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. Делегацию сопровождала наша съемочная группа. Детали визита узнаем у Максима Козлова. Удобство и доступность медицинских услуг для жителей всегда были предметом пристального внимания подмосковного правительства. Поговорить с врачами и пациентами, увидеть слабые и сильные стороны системы здравоохранения – вот главная цель нынешнего визита в Видновскую районную клиническую больницу. Таблетки вам какие-то выписывают или просят сами купить? Нет. Таблетки я получаю здесь, укур здесь, капельницы тоже здесь. Всего месяц назад ВРКБ закончил работу в качестве ковидного госпиталя и начал функционировать в штатном режиме. Сейчас здесь начали внедрять систему электронного документа оборота. Как продвигается процесс, также интересовал представителей областного министерства здравоохранения и первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову. Врач на компьютере выписывает в ЕМИАСе анализы, приходит сюда на компьютер медсестре, соответственно, она распечатывает штрих-коды на каждую пробирку и относит в лабораторию. Система ЕМИАС действует в Московской области около двух лет, и если поначалу можно было только записаться на прием к врачу, то в настоящий момент ее возможности стремительно расширяются. Уходим от бумажного документа оборота в сторону электронного, и наладка этих систем, так, чтобы они были все адаптированы друг к другу, это очень непросто, и поэтому здесь, конечно же, могут быть какие-то сложности. Это в данный момент, на момент старта, он, конечно, этот процесс такой достаточно емкий. Посетила делегация и Виндовскую поликлинику. Надо же записаться через терапевту, через терапевту, так, вторая кнопка, вот у нас есть записи, вот время, на сегодня. Недавняя реконструкция здания поликлиники преобразила ее как внешне, так и внутренне. Все собравшиеся отмечали, что теперь получать жителям медицинские услуги куда удобнее. Вы хотите записаться в медицинской области? Да. Да, можно пройти сегодня. По номеру паспорта. Да, без полиса, по номеру паспорта. Можно записаться? По паспорту можно. Давайте. Не случайно Виндовский поликлинический комплекс стал предметом внимания высоких гостей. В настоящий момент областным министерством здравоохранения реализуется проект поликлиника «Перезагрузка». Он инициирован губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Виндовская поликлиника – это один из пилотных проектов, по сути, который реализовал ее более полно на данный момент. Поэтому мы приехали сюда посмотреть. Есть, конечно, еще над чем поработать. Но мы сегодня посмотрели, как у нас работают кабинеты забора крови, как у нас работают кабинеты неинфекционно-хронических болезней. То есть все те проекты, которые мы реализуем в области, мы посмотрели в одном месте Виндовской поликлиники. Также гости проинспектировали строительство амбулаторного блока. Его будущая площадь – 600 квадратных метров. Учреждение начнет работать в ноябре этого года. Максим Козлов, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Благоустроенный подъезд дома номер 25 по проспекту Ленинского комсомола прошел во второй тур ежегодного конкурса «Лучший подъезд в Подмосковье». Наша съемочная группа встретилась с местными жителями и узнала, как им удалось попасть в лидеры. Дом номер 25 по проспекту Ленинского комсомола был построен 20 лет назад. В основном здесь проживают военнослужащие в отставке. Ремонта подъездов ждали несколько лет. И вот год назад долгожданные работы были проведены. Мы провели с собственниками общее собрание собственников с жителями и обратились в правильную компанию с просьбой провести текущий ремонт. Вот нам все это сделали. Мы согласовывали и плитку, и цвет, и что будем делать, конкретно виды работ, что мы хотим. А Левтина Ковалева рассказывает, что жители принимали активное участие, выбирали материалы и цвет, обсуждали нюансы дизайна. Да у нас шикарнейший подъезд. Это очень здорово. Единственное было, что мы долго ждали этого ремонта, но когда это все осуществилось, мы очень рады и довольны. Пандус очень-очень. Потому что всегда пригодилась то коляску, то чемодан, то тачишь. Предусмотрено, получается все. В процессе ремонтных работ возникли небольшие трудности. Пришлось дважды красить стены. Первая краска оказалась некачественной. Из-за этого благоустройство немного затянулось, но жители с пониманием отнеслись к ситуации. Этот подъезд, он как бы интегрировал наш дом, скажем так, в современные. То есть еще немного, и, наверное, он бы уже был, ну, скажем так, из пожилых. А сейчас он молодой, почти юный. Принять участие в ежегодном конкурсе «Лучший подъезд в Подмосковье» решили сами жильцы третьего подъезда дома. Собрали все документы и подали заявку. У нас была комиссия с МинжКХ. Приезжали, смотрели, отмечали. И они видели фотографии до, и фотографии вот, ну, и непосредственно вот сейчас подъезд как выглядит, они, конечно, их впечатлило. Одним из критериев конкурса было наличие системы видеонаблюдения в подъезде. Предложить фотографии, рассказать, что было сделано, что было куплено за счет средств жителей. Вот непосредственно видеонаблюдение внутри подъезда мы сами собирали, сами установили. Именно этот подъезд победил в номинации «Лучший подъезд в прошлом году», потому что он тематический. В прошлом году, насколько я знаю, ни в одном подъезде Московской области не было тематических подъездов. Мы были первые, где начали рисовать, так скажем, какие-то картины или произведения, связанные с тематикой городского округа. То, что в прошлом году по губернаторской программе в округе было отремонтировано 49 подъездов, заслуга в первую очередь самих жителей. Стоит отметить, какие виды работ будут выполнены, зависит и от того, насколько добросовестно в доме оплачивают коммунальные услуги. В прошлом году было несколько заявок, но этот подъезд стал самым лучшим среди тех заявок, которые были поданы в нашем муниципалитете. После того, как администрация, ассоциация рассмотрели все заявки, мы направляем уже информацию в министерство ЖКХ и уже начинают голосовать все округа Московской области. Сейчас данный подъезд прошел во второй тур конкурса. Впереди еще народное голосование, которое пройдет на портале Добродел. Победители определят члены комиссии в ходе выездных осмотров подъездов. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В целях профилактики безопасности на транспорте сотрудники администрации Ленинского округа провели рейд на станции Расторгуева. Пассажирмы раздали листовки и напомнили правила поведения на железнодорожных путях. Слово Юлии Погасьян. Железнодорожная станция – зона повышенной опасности. Но немало людей ведут себя здесь беспечно. Сознательно идут на риск и ради экономии времени или денег ходят по путям. В этом году в Ленинском округе вдвое увеличилось число трагических случаев. Последний произошел на станции Калинина. Поезд насмерть сбил подростка. Администрация муниципалитета ежедневно проводит разного рода работу, направленную на обеспечение безопасности пассажиров на железнодорожном транспорте. Организуются профилактические рейды с участием волонтеров казачьего общества, полиции, административно-пассажирской инспекции, Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Установили два сплошных забора на станции Расторгуево, на станции Калинина. Было выявлено шесть несанкционированных тропов. Несмотря на это по тропам продолжают ходить. В этом увиделись участники очередного рейда. Правоохранители отмечают, штраф за нарушение сейчас невелик. Всего 100 рублей. Может поэтому люди ведут себя так халатно. В базе данных это все отражается, потому что данного гражданина доставляется в дежурную часть, где все его данные заносятся в базу. Любое административное правонарушение в отношении граждан, которое составляется, естественно, оно будет в дальнейшем жизни отражаться в определенных даже местах, которые сейчас требуются везде справки, предъявления каких-либо справок трудоустройств. Это будет влияться на дальнейшее его жизненное обстоятельство. Поток людей на станции Расторгуева, где проходил рейд, внушительный. Конечно, вменяемых пассажиров больше, специалисты отмечают. Так называемых зайцев стало гораздо меньше. Я к ним отношусь плохо. Они подвергают свою жизнь опасности. Ну а вы вот какие-то беседы, может быть, с внуками проводите на эту тему? Провожу. Провожу. И мои внуки дисциплинированные. Профилактические рейды продолжатся, а с приходом нового учебного года даже участятся. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Далее к теме происшествий. Трое детей погибли в пожаре в деревне Малое Видное. Трагедия произошла 11 августа. Возгорание началось около четырех часов дня. В доме находились две девочки, 9 и 7 лет, и пятилетний мальчик. Мать оставила их без присмотра, заперев дверь на ключ. В отношении женщины возбуждено уголовное дело об оставлении детей в опасности. Кроме того, следственные органы возбудили два уголовных дела в отношении владельца помещения. Как выяснилось, 12 комнат частного дома нелегально сдавались в аренду. По рассказам жителей Малого Видного, на территории деревни это распространенная проблема. Жители проинформировали о том, что очень много гостиниц, хостелов, и за этим никто не следит, за потоком людей, как они проживают, какие у них документы есть на руках. Поэтому, благодаря нашей администрации, я надеюсь, нам помогут все-таки улучшить, и чтобы не повторилась данная трагедия. По факту крупного пожара огнеборцы и представители администрации провели встречу с местными жителями. Владельцам частных домов напомнили, что необходимо иметь под рукой огнетушитель, а также установить пожарные извещатели. Напоминаем людям, жителям, о номера вызова пожарной охраны, о том, какие действия они должны в первую очередь делать в случае возникновения пожара. Но основной аспект, конечно, идет на профилактику пожаров. Объясняем, что не должно нарушаться, чтобы не было пожара. Чтобы за детьми смотрели, присматривали, не оставляли детей одних, как в данном случае было. Проводим разъяснительную работу о необходимости установки в своих домовладениях автономных дымовых пожарных извещателей, которые, на самом деле, очень хорошо спасают людей от пожара и от последствий пожара. Каждую вторую субботу августа традиционно отмечается День физкультурника. История праздника насчитывает много десятилетий, и в наши дни он переживает второе рождение. С каждым годом охватывает все большее число людей, которые не мыслят жизни без спорта. С доброго спортивного утра начался День физкультурника. День физкультурника в Ленинском округе сотни спортсменов и любителей здорового образа жизни стали участниками забега или захода. География обширная – Смоленск, Москва, Тула. Но главные призы остались в видном. Нина Ищеркина, которая без кокетства называет свой возраст, 73 года, занимается спортивной ходьбой всего несколько лет. И сегодня ее копилка пополнилась еще одной золотой медалью. Мне так это нравится. Я с таким удовольствием хожу. Поэтому все свободное время я на работу хожу. Среди бегунов первым стал наш земляк Александр Гордеев. Три километра он преодолел за 11 минут, тем самым улучшив свое собственное время. У меня много знакомых, которые не бьют, не курят и занимаются бегом. На сходке варафон, в частности, принимают участие. Я тоже участник этих забегов. Жарко было и на самых, пожалуй, милых состязаниях на беговелах. Двух-трехлетние спортсмены, которые только недавно научились ходить, уже шустро стартуют и покоряют дистанцию. Малышка Ульяна Архипова впервые в своей жизни участвует в настоящих соревнованиях. И спортивный дебют удался. Мама юной чемпионки признается, что невероятно горда первой победой дочери. Беговел – это очень удобная штука. Это первое транспортное средство после коляски. Поэтому, да, всех своих детей, у меня их трое, я пересаживала сразу после коляски с двух лет на беговел. То есть она самостоятельно сейчас, Уля, передвигается на беговеле. Ну и гонки, как бы, да, такой азарт, спортивный драйв. В этом году праздник выдался очень масштабным. Более 20 площадок по всему муниципалитету. Главным же стал стадион «Металлург». С приветственным словом гостям обратился советник главы муниципалитета Моисей Шамаилов. Чтобы спорт привлекал и приобщал к себе все больше и больше жителей нашего Ленинского городского округа. А для этого мы стараемся делать все возможное и создавать условия, и строить новые объекты. Футбол, баскетбол, теннис, кроссфит, плавание – все эти виды спорта очень популярны у наших жителей. Тренер по волейболу из поселка совхоза имени Ленина Наталья Долгова рассказывает, что только за последние годы число ее учеников выросло в разы. Достаточно востребованный вид спорта – волейбол. Я тренирую детей от 7 лет и до, скажем так, бесконечности. У меня 4 группы. Есть младшие дети, среднего возраста, старшие дети, ну и, соответственно, взрослые. Взрастила видновская земля и всемирно известных спортсменов. Среди почетных гостей праздника – серебряный призер Олимпийских игр Иван Гирев. И сегодня он не только делился с фанатами чемпионскими секретами и раздавал автографы, но и провел для них тренировку. Левые ноги вперед, присели, повернулись в эту же сторону, сгнулись, шагнули обратно. Потрачены десятки тысяч калорий, пролито немало пота, болят мышцы, но сердце радуется. Эмоции, которые дарит спорт, незабываемы. Их ни с чем не спутаешь. Это великолепный праздник, конечно, все наше население Ленинского округа, всех спортсменов, все, кто ведут здоровый образ жизни, начиная от двухлетнего, заканчивая 70-90-летним, которые в бассейн ходят, поздравляю с Днем физкультурника. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»